Этими днями в Беларуси отмечают День Учителя. И это дополнительная возможность сказать слова благодарности людям, от качества работы которых зависит будущее Беларуси. Людям, которые формируют завтрашний день нашей страны. Ведь личность педагога играет главную роль в образовании. Различные педагогические технологии, передовые формы, приемы и методы работы способны лишь помочь учителю раскрыть потенциал своего ученика. Но заложить в ребенке постоянную потребность познания и работы над собой способен только увлеченный своим делом педагог. Валерий Васильевич Борошков, пожалуй, самый известный учитель в стране. Потому что народный и пока единственный. Такое высокое звание учитель физики из Могилева гордо несет с 2016 года. Всего же педагогического стажа у Валерия Васильевича, просто представьте, без малого 50 лет. Его выбор будущей профессии и любовь к учебе и обучению тоже от учителя. Из маленькой деревенской школы в Чауском районе. Диана Константиновна Олейникова, была учительницей математики, к нам пришла. В 8 класс, когда я учился. Ну и судьба моя резко изменилась. Отношение к учебе, к учебе. Потому что надо было оценки зарабатывать, а не получать за счет того, что у тебя какие-то способности. И вот я за это и благодарен. Очень добр. На его уроке в Могилевском областном лицее номер один спешат и физики, и лирики. Потому что здесь их ждут новые открытия. Каждый урок не похож на предыдущий. Это и теория, и практика, и опыты. А потом учитель удаляется в лаборантскую и входит в класс с гитарой. Это тоже его авторская методика. Все должно быть наглядно и обязательно с примерами из жизни. С ним достаточно весело и интересно. Каждый урок не обходится без его историй каких-то, которые все-таки связаны с физикой. Он очень многое объясняет, показывает все наглядно. Это очень круто. И в конце четверти мы всегда с ним поем песни. Это очень круто. Он преподает физику, и ты ее понимаешь. То есть, например, расскажи какую-то историю, которая связана с физикой. Именно в этом заключается суть. А говорят, что у него на контроле списать нельзя. Ну, это да. Вот ты можешь сидеть просто, вот пишешь, 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 оп. А тут Валерий Васильевич стоит. Когда я его увидел с первого взгляда, я понял, что его уроки будут для меня самыми познавательными и интересными. Если рассказывать все, что у книжки написано, это, ну, 20% усвоения. Если рассказывать своими словами, процентов 40. А если ты примеры какие-то показываешь, я же перед Нинобелевской премии всякие ставлю, там, да, где-то полуоткрытие, полу рассказал, полу не рассказал, найдите в интернете, удивите меня каким-то вопросом. Вот если так вот оживить, ну, тогда процентов на 80. А процентов на 100 и больше только при одном условии. Когда у ученика появятся ученики, которых он сам будет помогать учить, вот тогда на 100% усвоения знаний больше. Единственный путь, больше нет в жизни. По такому пути идет он сам, уведет за собой учеников. В лицее Валерий Васильевич преподает с 1990 года. За это время работы он подготовил около 200 победителей областных, республиканских и международных олимпиад по физике. И в каждом своем ученике народный учитель страны видит потенциал. Вот эта индивидуализация здесь позволяет нам расширить олимпиадную подготовку и подтянуть сельских детей очень сильно. Многие дети, которые там были незаметны, у нас даже на олимпиадах проскакивают или на международных выскакивают, с районов олимпиады. Но важно, чтобы детенок это захотел. Мы не можем ни силы, ни двойками, ничем, я никогда не заставляю, не хочешь не делать. Замотивировано, надо понять, что надо делать. Вот это нужно понять. Молодым учителям Валерий Васильевич дает совет уважительно относиться к детям и не бояться экспериментировать. За свой труд Валерий Борошков удостоен ордена трудовой славы третьей степени, звания заслуженный учителя Республики Беларусь и народный учитель Республики Беларусь. Но главная учительская награда и отдушина, конечно, признание трудов и успехи учеников. В этом году самая главная награда. На Густовском педсовете это, по-моему, впервые. Я не помню, что было когда-то. Начальник управления назвал мою фамилию и показал снимок моей ученицы, которая привезла две золотых медали с международной олимпиады. В процессе доклада начальника весь залп учителя их сидела там, человек из сотни, заплодировали, прервали. Вот это самое главное. То есть они понимают, что это непросто сделать. Даже в лице непросто сделать. На международном уровне, на такой уровень, чтобы ребенок был подготовлен. Ряд обстоятельств. Здесь и учителя математики работают, и учителя истории, и литературы, и администрация, и я как учитель. И родители. Здесь весь комплекс работает. И сам ученик, конечно, в первую очередь. Вы довольны той жизнью, которую вы живете? Вы педагог. Ну, конечно. Я рад, что попал в эту стезю. Дай Бог, чтобы взрослые были такие, как дети, мир перевернется в лучшую сторону. В этом году в учреждение образования Могилевской области прибыло более 400 молодых педагогов. И именно поддержка более опытных коллег поможет им в становлении на педагогическом поприще, чтобы в свое время для кого-то из учеников они тоже стали примером в выборе профессии.